У тренера по скандинавской ходьбе Владимира Феоктистова идеальное утро начинается не с кофе, а с бодрящей тренировки. Рассказывает, спортом занимается всю жизнь, но после травмы колена решил тренировать. Я практически уже не мог ходить и думаю, что теперь делать, потому что всегда активную жизнь сделал, а тут жизнь заставила, чтобы передвигаться стало тяжело. Я посмотрел на скандинавскую ходьбу с палками, вроде как бы почитал немножко, что оно дает возможность разгружать коленные суставы и все, и начал заниматься. Сначала разминка на все группы мышц, затем сама ходьба и обязательно заминка, чтобы расслабить тело после спортивной прогулки. Наталья Ромашко тренируется больше 10 лет. Подчеркивает, активный образ жизни помогает всегда оставаться в тонусе. Заряжает это удовольствие, это, мне кажется, продлевает жизнь. В общем, меня укрепляет и делает, мне кажется, моложе. Скандинавская или еще ее называют северной смесь ходьбы и бега на лыжах. Этот вид спорта помогает распределять нагрузку по телу равномерно. От него одна польза и никакого вреда. Доступен даже тем, кто со спортом на вы. Тренировки по скандинавской ходьбе в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха проходят бесплатно 6 раз в неделю. Желательно предварительно записаться. Впрочем, будут рады и тем, кто попал на занятия случайно. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.